Саламас Тармакруми, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечники. Сегодня в прямом эфире я хочу посвятить и откомментировать события, которые происходят в Белоруссии. Вчера в Белоруссии 9 августа начались выборы и сам процесс голосования. И поздно вечера по белорусскому времени официальный так называемый экзит-пул объявил, что якобы у Лукашенко не менее 80%, а у ведущего оппозиционного кандидата Светланы Тихановской якобы даже меньше 7%. Но до этого негосударственные экзит-пулы показали, что у Тихановской наоборот свыше 70%, как заявил штаб Тихановская от 70% до 90%, а у Лукашенко тоже порядка 7%, ну в любом случае меньше 10%. Ну и собственно результаты на разных участках Белоруссии показывали, что Тихановская имеет как минимум 10-кратный перевес по количеству голосов тех, кто проголосовал именно за нее. Поэтому ясно было, что все эти итоги выборов сфальсифицированы и собственно десятки тысяч людей вышли на улицу. Только по официальным данным в 33 городах, в 33 городах Белоруссии вышли люди на протест. Мы вчера были свидетелями масштабного противостояния силовых структур Лукашенко именно против народа. Люди вышли на протест, это был мирный протест. Никто ни кого не бил со стороны мирных граждан и массовым избиением и преследованием занималась именно милиция Лукашенко. Против демонстратов были применены слезоточивый газ, резиновые пули, водометы. В отдельных случаях известно, что применялись боевые патроны, есть жертвы. Итоги еще по жертвам в полной мере не сообщены, пострадавших достаточно много. Вчера ночью официально МВД Беларуси распространил информацию, что только в Минске было минимум 300 тысяч протестующих. Как вы знаете, официально обычно данные всегда существенно занижены. И очевидно, что на улицах Минска было не менее полумиллиона человек. Во многих других региональных городах ОМОН не выдержал натиска. Они опускали щиты и прекращали сопротивление. То есть, собственно, сейчас в Беларуси массовое противостояние народа с режимом Лукашенко. И меня спрашивают, почему при том всем, что так много было протестующих, режим Лукашенко не пал. Ну, уважаемые друзья, я так скажу, что еще не вечер. Так не бывает. Вышли вечером и через несколько часов режим пал. Во всяком случае, не бывает именно тогда, когда не в полной мере протест может быть организован. Когда сильные организаторы, когда есть партии и так далее. Потому что, вы знаете, фактически кандидаты работали в подпольных и полуподпольных условиях. И Тихановская вообще была не политиком, которая заявила, что она выйдет на эти выборы. И в случае победы, она объявит новые выборы в течение полугода, в котором могут участвовать реальные кандидаты на пост президента страны. Ну, давайте мы дадим какую-то оценку. Ну, во всяком случае, я буду говорить свое мнение. Для меня очевидно, что режим Лукашенко долго не продержится. До итогов выбора, до того, как было объявлено, я сразу говорил, что да, Лукашенко подделает и сфальсифицирует итоги выборов. Да, начнутся массовые столкновения. И, вероятнее всего, Лукашенко сумеет отбить первую атаку протестующих. Но, в любом случае, когда практически все города вышли на протест, вы понимаете, почти все население против Лукашенко. Почти все. И в этих условиях его нахождение у власти является краткосрочным. И, ну, очевидно, что в ближайшие, как минимум, ну, если мы скажем о больших сроках, то, наверное, месяц этот режим падет. Ну, а в реальности мы надеемся, что режим упадет именно в ближайшие буквально несколько дней. Сегодня вышла информация о том, что крупные предприятия вышли на забастовку. То есть, можно ожидать, что в ближайшее время начнется такая масштабная стачка со стороны промышленных предприятий. Поэтому процесс этот будет только-только запускаться. И мы ожидаем заявления со стороны Евросоюза, который, безусловно, заявит, что эти выборы были нелегитимны, что была массовая фальсификация. Мы единственное, что увидели со стороны Токаева поздравления, китайского президента, ну, и кое-как, кое-как поздравление выдавил из себя Владимир Путин, который очень плохо относится к Лукашенко. Но сейчас ситуация такова, что Путин вынужден, вынужден признать итоги выборов. Для него пусть будет такой плохой Лукашенко, чем точно эта страна развернется в сторону Европы. А Тихановская, очевидно, что курс будет держать на Европу, будет уходить. От диктаторского режима будет построена демократическая страна, потому что, когда пройдут честные выборы, к власти придут те кандидаты, которые хотят уйти от этого тоталитарного строя, уйти от России. Это фактически вторая страна после Украины, находящая вблизи и имеющая общие границы с европейским сообществом. Это еще одна страна, которая уйдет из объятий дремучего Путина. Я здесь хотел бы откомментировать ситуацию в Белоруссии именно с точки зрения тех будущих событий, которые произойдут в нашей стране, в Казахстане. Вы обратите внимание, что по улицам Минска действительно выходило очень много людей, свыше 300 тысяч, судя по всему полмиллиона. Я могу вам так сказать, что в Алма-Ате, если выйдет 100 тысяч, то режим пойдет буквально в течение полдня максимум. Если такое же количество выйдет в Астане, то режим не продержится и полдня. Но при каких обстоятельствах? Дело в том, что именно штабу Тихановской очень сложно было заявлять план действий, такой, который бы привел бы очень быстрые отставки Лукашенко, а именно переходу власти к Тихановской. Что надо было делать и почему она не могла сделать? Я слышу разные комментарии, как же так, вышло так много людей, а власть не сменена. Дело в том, что при всем том, что людей вышло много, основная часть этих людей была неорганизована. Я не случайно говорю об ячейках и не случайно говорю, что такое мероприятие, даже как день рождения и свадьбу, невозможно провести без организаторов. Нет организаторов, нет мероприятия или это будет какой-то хаос. Поэтому вы видели большое количество людей, но они выступали на каких-то улицах, центральных улицах, вступали в режим противостояния с силовыми структурами. Но все это было, скажем так, не очень сильно организовано. И я скажу это не потому, что был недостаток каких-то организационных ресурсов или непонимания. Это очевидно. Дело в том, что штаб Тихановской, именно основного кандидата, работает в Минске. И любые действия, призывы идти на дворец Лукашенко, конечно, это квалифицировались бы как незаконные. Она, безусловно, была бы арестована. И, понятно, штаб Тихановской действовал в том правом поле, которые, по сути дела, те коридоры, которые были возможны в условиях режима Лукашенко. А именно, они людей призвали идти к Стелле, центральной в Минске, на какие-то центральные улицы. И они не призывали идти на дворец Лукашенко, первое. Второе. Да, во многих городах страны были ограничения по интернету, но, тем не менее, целый интернет был. Да, штаб Тихановский выставил план действий. Была выпущена специальная памятка, но в этой памятке не было главного. Идем на дворец Лукашенко. Как идем? Как мы занимаем дворец Лукашенко? Что мы делаем? Что мы арестовываем? Что мы его обязательно осудим? И так далее. Не были сказаны главные, главные, по сути дела, главные лозунги. И это было понятно, почему это было невозможно сделать для Тихановской. Они просто двигались именно в легитимном пространстве. И у этого процесса, безусловно, есть масса преимуществ, когда кандидат может открыто действовать, открыто выходить к избирателям, организовывать митинги, в отличие от нас, от демократического выбора Казахстана. В отличие от нас, в любой форме, потому что наших лидеров в регионах, в городах задерживают за любые действия. Вот пошли, допустим, шествуем в Талабкер. Пошли к могиле Дуата Годила. Полицейские снимают на видео, затем присылают штраф, арестовывают на 10-15 суток. Как видите, в условиях Казахстана у нас вообще, в принципе, ничего невозможно. И в Беларуси тоже. Но так получилось, что Тихановскую Лукашенко зарегистрировала как кандидата в президенты, и она получила легитимную возможность действовать. А вообще, режим Лукашенко, он еще более жестокий, чем режим Нурсултана Назарбаева. Как вы знаете, в Беларуси существуют так называемые эскадроны смерти, похищаются противники режима, они исчезают, неизвестно направление, и таких убийств при Лукашенко было совершенно немало. И поэтому, конечно же, белорусы использовали отличную возможность участвовать в легитимной борьбе. Но, с другой стороны, это и мешало делать призывы, призывы идти на дворец Лукашенко. Как же будет происходить у нас? Уважаемые друзья, я не случайно говорю о том, что нам нужны ячейки, организованы группы минимум по 5 человек, которые взаимодействуют со штабом и со мной. Это команда людей, лидеров процесса во всех регионах страны, которые поведут за собой людей. Это большая команда людей, которые ясно понимают, как действует, какие ориентиры необходимо брать во внимание, куда нужно идти. Мы открыто пользуемся тем, что наш штаб достаточно более-менее неуязвимый, находится за пределами Казахстана. Ставим простую задачу. В Астане митингующая масса должна идти на аккорду. Но это возможно только тогда, когда количество протестующих будет достаточно. То есть 30-50 тысяч человек. И тогда, да, против такой массы людей у Назарбаева нет возможности выдержать. Полицейских у него в лучшем случае 2-3 тысячи в Астане. И столько же в Алматы. И поэтому, когда 3,5-5% населения выйдет в Астане или в Алматы, наши лидеры ячеек, а их будет в таких крупных городах, как Алматы, Астана и Шимкент, по тысяче. То есть 5 тысяч организованных людей, которые понимают, как действовать. С которыми у нас, безусловно, будет постоянная связь. Они поведут за собой массу. Это будет четкая, организованная масса, не шатающая по тем или иным улочкам, не знающая, что делать. А именно, очень сильно организованная масса. Для того, чтобы победить эту бюрократическую машину, мы должны быть сильнее их, как организационно, так и численно. Поэтому я все время говорю, что мы должны добиться численного перевеса минимум в 10-15 раз, а желательно в 20-30 раз. И плюс, наши ячейки должны управлять всеми процессами. И для победы тогда нам достаточно 3,5-5%. В Белоруссии, если говорить о самом Минске, протестующих было минимум, наверное, 300 тысяч, как заявляет Министерство внутренних дел. А если считать, что в Минске живет 2 миллиона человек, то это получается минимум 15% населения. И, конечно, они должны были успеха достигнуть уже к сегодняшнему утру, потому что это 15% населения, это очень много. Но так получилось, что основная масса была неорганизована, она четко не двигалась в цели, они не шли на дворец Лукашенко. Они формировали протест на центральных улицах Минска. А это совершенно другое дело. Отличие нашего протеста от белорусского будет заключаться в том, что наша критическая масса протестующих будет двигаться в сторону Акорды, в сторону Акиматов. И мы таким образом просто займем эти административные здания. В Астане это здание, где сидит президент страны, это здание парламента, это основные здания, где находится власть. В Алматы это Акимат и в региональных центрах, областных центрах то же самое. Вот этого еще пока не было сделано в Беларуси, но я думаю, что все это произойдет. Более того, мы видим масштабный протест, просто аналогов нет. Более того, я скажу, что по масштабу он превышает, если на душе населения говорить, даже все действия, которые были в Украине. И поэтому я убежден, что протестующие достигнут успеха. Уважаемые друзья, у меня спрашивают, когда будут митинги в нашей стране. Они у нас безусловно будут, безусловно, события, которые происходят в Беларуси. И события, которые происходят в России, в первую очередь в Хабаровске, они безусловно повлияют и на настроение наших граждан. Поэтому необходимо создавать ячейки, чтобы мы действовали организованно. У меня вчера были дискуссии в различных чатах, когда люди говорили, а вот в Беларуси нет ячеек, вот в Хабаровске нет ячеек. Уважаемые друзья, вы просто не знаете, вы не работаете в штабах этих оппонентов власти и не знаете, как это происходит. Чтобы такая масса в каком-то направлении действовала, обязательно нужны организаторы, обязательно нужны лидеры. Их должно быть много. И они есть, как в Беларуси, так и в Хабаровске. Если мы хотим добиться успеха, если мы хотим добиться успеха в результате мирных действий, необходимо создавать ячейки, выходить на связь, необходимо объединяться. Вы видите, там отдельные жертвы произошли, когда машины, автозаки наезжали на толпу, увидели, как они стреляли из резиновых пуль в сторону народа. Вы все это видели. Мы все это обойдем, мы все сделаем по-другому, потому что мы заранее проводим работу с полицией. У нас есть программа реформ для полиции. Программа реформ для всей страны, как экономических реформ, так и политических реформ. Мы очень сильны, идеологически и по всем направлениям экономически тоже подготовлены. Аналогов нет. Поэтому наша задача просто организоваться, организоваться в ячейки, выбрать нужный момент, подготовиться. И завтра мы будем в состоянии добиться смены этого политического строя Нурсултана Назарбаева. Так что давайте действовать. Мы еще понаблюдаем сегодня то, что будет происходить в Беларуси. Я убежден, что Лукашенко не устоит. И все эти поздравления, которые сейчас отправил Путин или китайский лидер, или Такаев, конечно, они, скажем так, преждевременные. Потому что это не признал никто. Не признала Европа. Сегодня Германия объявила, что эти выборы нелегитимны. Не призналась Америка. И вообще мировое сообщество эти выборы не признает. Потому что кандидат в президент Тихановской в реальности выиграл эти выборы. И поэтому, когда миллионы людей выходят на улицу, они не успокоятся. Что бы он ни делал, как бы он ни запугивал, какие бы механизмы репрессий ни применял, сознание белорусов уже невозможно изменить их, невозможно запугать. Белорусы однозначно победят. Однозначно Лукашенко будет смещен с позиции президента. Он потеряет власть, которую узурпировал. И 26 лет контролирует страну. Это уже он не сможет продолжать делать дальше. Мы в ближайшее время увидим, что как минимум он успеет убежать. А в реальности, судя по всему, он будет арестован. Так что, уважаемые друзья, давайте действовать. Мы ждем вас в организации.